Здравствуйте, меня зовут Максим Калинин, я участвую в проекте создания полной русской аудиобиблии. Недавно на нашем канале стала доступна аудиоверсия первой и второй книг царств. Шаг за шагом мы прослушивали эти книги совместно в течение Петрова поста. Я хотел бы сказать о том, что эти книги, повествующие о событиях XI веков до Рождества Христова, о возникновении израильской монархии, могут значить для нас сейчас. В истории христианского богословия были две особенно влиятельные школы – Александрийская и Антиохийская. Антиохийская школа исходила из представления о мире как о божественной школе. Каждая историческая эпоха – это урок, каждое событие нашей жизни, выразительное или невзрачное, приятное или горестное – это урок, позволяющий нам почувствовать божественное присутствие напрямую или от противного. И в обычной школе одни и те же темы проходятся на разных уроках на разном уровне. Например, в начальных классах говорят о том, что 5 на 2 не делится. В более старших классах дети узнают о том, что делится, но нужно изучить тему дробей, чтобы научиться делить. Точно так же в Библии разные темы преподносятся заново на разных уровнях. В Ветхом Завете мы видим много описаний кровопролития и насилия. И вместе с тем видим там примеры надежды на Бога, очень сильные. В Новом Завете Христос говорит, что даже гнев – это нарушение заповедей «не убей». Он примеряет людей Бога, примеряет людей между собой, заповедует мир. И с этой перспективы странно читать проклинающие тексты псалмов или описание кровопролития в Ветхом Завете. Но с точки зрения представлений о мире как о школе, каждый урок был значим для своего времени. Но и для нашей христианской перспективы первые две книги царств могут сообщить несколько важных вещей, которые сейчас для нас зазвучат с новой силой. Я хотел бы рассказать о пяти таких сквозных темах, о пяти уроках. Урок первый – проявить милость к другому, в том числе к противнику, в том числе к врагу. Значительная часть первой и второй книг царств – это история Давида. Первым царем Израиля был Саул и подробно рассказывается о том, как он неправедно преследовал, в первую очередь, из зависти молодого Давида, который начал проявлять себя в правлении Саула. Саул преследовал Давида, намеревался его убить. В 24 и 26 главах первой книги царств говорится о том, как Давид дважды получил возможность убить своего врага, который жаждал его крови. И Давид этой возможностью не воспользовался. В 24 главе говорится о том, как Давид скрывался в пустыне Энгадди, со своими людьми он прятался в пещере. Когда Саул вошел по нужде в пещеру, Давиду предложили убить его, но вместо этого Давид отрезал край его плаща и затем издалека показал его Саулу и обратился к нему с такой речью. «Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убеди, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе». И дальше он говорит, «Господь да будет судьей и да рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Давид отказывается пролить кровь своего врага. Для него важно, что Саул помазанник Господень. Вместе с тем он говорит Саулу, что точно так же и его жизнь, пусть будет цена в глазах Саула. Господь рассудит эту несправедливость. Он не хочет, чтобы его рукой проливалась кровь. И подобная история описывается в 26 главе. И там она происходит в еще более напряженной обстановке, потому что накануне рассказывается, как Саул выдал свою дочь Милхолу, жену Давида, за другого человека, причинив ему тем самым страшную боль и бесчестие. И говорится, как Давид скрывался в пустыне Зиф, и местные жители Зифея предали Давида, выдали его Саулу. И Давид, к бедствиям которого добавилась горечь бесчестия, предательства, горечь того, что его жена с другим против своей воли, отказывается убить Саула, когда проникает к нему в стан. Вместо этого он берет копье и кувшин, которые стояли у его изголовья, и снова обращается к Саулу с речью. И снова говорит о том, что он, Давид, не пролил крови, и он ждет от Саула того же. Между этими главами в 25 главе рассказывается о том, как Давид хотел отомстить богачу, отказавшемуся помочь Давиду и его людям и нанесшему ему много оскорблений. Жена этого богача тайком принесла Давиду и его людям все необходимое. И он поблагодарил эту женщину и поблагодарил Бога за то, что он был спасен от неправедной мести, был спасен от пролития крови. Эти три эпизода, о которых я рассказал, звучат с новозаветной остротой. И особенно поразительно видеть их на фоне ветхозаветных рассказов о жестокости и кровопролитии. Действительно, это ростки Нового Завета, которые мы сейчас можем оценить по-новому и которые для нас служат примером. Второй урок. Шаг в неизвестность. У преподобного Исаака Сирина, святого 7 века, есть рассуждение о вере и знании. Под знанием он в данном случае понимает рациональный расчет. Когда человеку не очевидно, каким будет его будущее, что его ждет в ближайшее время. Или когда ему нужно поступить по совести, но это рискованно, ему страшно. И он говорит, такое знание, такой расчет действительно порождает страх. Он не выходит за рамки законов природы. А вера – это решимость шагнуть в неизвестность, решимость переступить через страх. И в первых двух книгах Царства есть много рассказов о том и о другом. Когда израильтяне просят пророка Самуила дать им царя, они ждут стабильности, предсказуемости. Они хотят, чтобы все им было ясно, как у других народов. Ведь когда Бог правит народом через своих избранников, это была эпоха судей, и Самуил был последним судьей Израиля. Это же требует постоянного напряжения. Это постоянное такое предстояние перед Богом, готовный следовать его воле. А постоянный царь, власть которого передается по наследству, это что-то более понятное, более предсказуемое, пусть и неудобное. И Самуил рассказывает людям, что царь будет притеснять их, но люди все равно ждут от Самуила царя. И по этой причине Бог говорит, они отвергли не тебя, обращаясь к Самуилу, а меня. То есть здесь царская власть рассматривается, как то, чем человек пытается заменить свое предстояние пред Богом. Или когда Саул преследует Давида. Давид все время шагает в неизвестность, у него нет надежды, что он спасется из могущественных рук Саула. Однако он не теряет веры и надежды. И каждый его шаг – это шаг в неизвестность. Когда Давид выступает против Голиафа, по рациональному расчету, у него нет никакого шанса. Когда Иоаннафан с руженосом получил божественное знамение, выступают против большого числа филистимлин, у них тоже нет никакой надежды. Когда Саул не дожидается пророка Самуила, иррационально прикинув, что вот народ разбегается, надо самовольно принести жертву, потому что иначе он останется без людей. Он как раз тут следует иррациональному расчету, а не доверяет голосу пророка. И таких эпизодов в первых двух книгах царств множество. Первые две книги царств говорят нам о чудесах. Не как о каких-то событиях, выходящих из ряда вон, а как о смелых человеческих действиях, в ответ на которые Господь посылает свою помощь. Исаак Селин как раз и говорит, что когда человек шагает в неизвестность веря, он ощущает божественное присутствие, как бы из ниоткуда. Святитель Иоанн Златоуст говорит в конце 4 века, когда человек делает шаг, действуя по совести, Бог остальное восполняет. И вот как раз во всех этих историях вроде бы рационально все можно объяснить. И смелость Давида, и смелость Тианафана, и поступки Саула. Однако здесь как раз и возникает такая ситуация, когда Бог посылает человеку несоизмеримо большую помощь в ответ на смелый шаг человека, который преодолевает свой страх. Например, когда Давид входит в стан Саула, в том самом эпизоде, где Давид Саула не убивает. Бог, именно подчеркивает автор, что на людей нашел сон от Бога, и Бог сохранил Давида в этой ситуации, когда он не поднял руку на Саула, и никто не заметил Давида и не напал на него. Итак, второй урок. Шагать в неизвестность и в этом обретать божественное присутствие. Не бояться, когда нужно поступить по совести, потому что мы не знаем, как Бог проявит себя в ответ на наш решительный шаг. Урок третий. Никого не идеализировать. Предлагаю вам взять на себя маленькое задание – сравнить первые две книги царств и первую книгу про Липоменон. Эти книги говорят примерно о тех же самых событиях, при этом для автора первой книги про Липоменон важно показать историю израильского богослужения, важно сказать о Давиде, как об основателе храмового богослужения, передавшего инструкции своему сыну Соломону. А в первых двух книгах царств описываются приглядные и неприглядные события этого героя. Если для первой книги про Липоменон Давид идеализируется, и даже страшные истории его грехопадения, когда он Урию, своего военачальника, отправил на смерть и завладел его женой, пропускается. В первых двух книгах царств и об этой истории, и о других случаях описывается очень подробно. Самуил – это идеальный пророк, от детства до старости, безупречный человек, стоящий перед Богом, перед своим народом. Но говорится, что его дети начали брать взятки. Стало быть, они не были воспитаны должным образом, не следовали путем своего отца. Про Давида рассказывается не просто о том, как он совершил это страшное дело с Урией, но и о том, как он нес последствия этого дела на протяжении многих лет, как последствия этого его злодеяния сказывались на его правлении, на его отношении с членами семьи, на его отношениях с народом. И критика царской власти, неслыханная для ближневосточной литературы этого времени, когда подвергаются сомнению необходимость царской власти, с одной стороны, с другой стороны, с большим почтением говорится о помазанниках Божиих, вот это описание царской власти тоже пример не идеализирующего взгляда. Несмотря на то, что это священная история, ее герои показаны своими недостатками. Точно так же, как и в Новом Завете апостол Петр, безусловный авторитет для ранних христианских общин, для последующей церкви, описывается из сильных сторон и со слабых сторон, описывается его отречение. Итак, первые две книги царств – это урок того, как смотреть правде в глаза, не идеализировать себя и других людей и не скрывать правду от других людей. Урок четвертый – признавать свои ошибки. Когда пророк Нафан пришел к царю Давиду и указал царю на его преступление, Давид сразу же раскаялся и глубоко раскаялся. Мы знаем, как преследовали ветхозаветных пророков, как их били, сажали в тюрьмы, убивали. Давид принимает обличение, которое обращает к нему пророк. Царь Саул, который был упорен в своем желании убить Давида, даже он раскаивался, когда Давид говорил ему, что мог бы пролить его кровь, и не пролил. Тот же Давид, когда намеревался убить богача, отказавшего ему в помощи, радовался, что не пролил его крови, то есть признал неправоту своего намерения. Все это происходит на фоне тяжелых ситуаций, многочисленных проявлений жестокосердия и способность ветхозаветных героев признавать свои ошибки, раскаиваться в них, тем более громко звучит для нас нынешних. Урок пятый. Не полагаться на святыню, если собственное сердце нечисто. В Первой книге Царства рассказывается о том, как израильтяне пошли войной на Филистимлин и, потерпев поражение, взяли с собой ковчег Завета. И даже язычников-филистимлин это устрашило, потому что они были наслышаны о чудесах, совершенных Богом в Египте. Однако ковчег Завета достается филистимлинам. Ковчег Завета несут священники Афни и Финиец, о которых рассказывается, что они проявляли неблагоговение, что они неоднократно обижали народ, совершали разные преступления. И в Первой книге Царств подчеркивается, что нечистота рук, нечистота сердца делает любую святыню бесполезной. Эта же идея продолжается и в Пороческих Писаниях и в Новом Завете, когда Христос напоминает слова Порока Осии, что Бог хочет милости, а не жертвы. Первая и вторая книга Царств тоже напоминает нам об этом. И в связи с милостью, о чем мы говорили сегодня, и в связи с отношением к святыне. Вот те пять уроков, на которые мы смотрим новыми глазами в Святиного Заветного Откровения, и которые тем ярче для нас, чем больше мы удивляемся, читая Ветхозаветные Писания. Надеюсь, что эти пять уроков помогут вам прочесть или перечитать первые две книги Царства заинтересованно, и что вы найдете там иные уроки, о которых сможете написать нам в комментариях. Я предлагаю вам прослушать аудиоверсии других библейских книг, доступные на нашем канале. Это полностью Новый Завет и Ветхозаветные книги Бытие и Исход. И другие книги мы будем выкладывать по мере их готовности. Следите за обновлениями на нашем канале, и спасибо вам большое за то, что мы можем совершать это дело для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова